Екатеринбургские газовики проводят рейды по квартирам в многоэтажках. Поводом дополнительно проверить оборудование стали недавние взрывы газовых баллонов в жилых домах. Например, в Тюменской области. Тогда погибли два человека. О мерах предосторожности. Роман Марьяненко. Краники смазываются, чтобы они не стопорились, чтобы герметичность, чтобы утечки не давали. Плита, особенно когда в ней включена духовка, может сильно раскаляться, объясняет слесарь. Смазка, которой намазывают краны, не испарится, потому что она термостойкая. Эти хитрости по уходу за газовыми приборами известны только специалистам. Именно поэтому слесарь Екатеринбург-газа сегодня дотошно осматривает каждую плиту в этом доме. Почему времени не было? Не знаю. Как-то решили сами сделать. Самодеятельность. Вот чего больше всего нужно опасаться, отмечают газовики. В этой квартире хозяева плиту присоединяли сами. Оно и видно. Прицепили гибкий шланг без металлического угольника. Поэтому он запросто может перегнуться и треснуть. Да и кусок старой трубы убрать поленились. А шланг должен идти к плите напрямую от крана. Ведь каждое соединение для газа – возможность выйти наружу. То есть происходит утечка либо отсюда, либо отсюда, либо отсюда. Ну и дальше по соединениям лишним. То есть лишние соединения нужно убирать и стараться делать все качественно. Все нарушения специалисты Екатеринбург-Газа по возможности стараются устранять прямо на месте. И делается это за счет самих жильцов. Если нарушение влечет за собой аварийную ситуацию, то есть угрожает безопасности соседей, это естественно не требует какого-то согласия жильца. Отключение происходит в любом случае. По каждой квартире составляется так называемая абонентская карта, где указана дата осмотра и выявленные нарушения. Вся информация впоследствии передается коммунальщикам. Кстати, именно они обязаны за 10 дней до рейда газовиков расклеить для жильцов объявления, чтобы они были дома к назначенному времени. Однако нередко бывает, что жильцы слесарей даже на порог не пускают, признаются в ТСЖ. У нас в подъезде в 4-м там вообще квартиру не открыли, не сочли нужную. Они заехали в квартиру и считают, что это их территория, и пошли вы все далеко. Против таких принципиальных обитателей дома у газовиков есть действенный метод. Если в ходе опрессовки выяснится, что газ где-то все же пропускает, от голубого топлива могут отключить сразу весь подъезд. И не дадут заново, пока все не изволят продемонстрировать свои плиты и котлы. Роман Марианин, Альберт Полудницын. Информационная программа «День». Екатеринбург.